Алло. Добрый день. Да, здравствуйте, братцы, это Сергий из Санкт-Петербурга вас беспокоит. Можно, да, вас отвлечь? Да, у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Я только за, потому что, может быть, это поможет не только мне. Сейчас одну минуту, я телефон возьму, у меня там просто вопрос. Сейчас. Все, я вернулся, я вернулся, я вернулся. Извините, пожалуйста. Вопрос касательно воспитания детей. Девочке 10 лет. Девочка очень сильно меня не слушает. Дело в том, что я изучал Библию, в том числе и неканонические книги, и вопрос касательно детей по библейской симфонии тоже просматривал. И у меня возникли следующие вопросы. Первый вопрос. Можно ли физически наказывать ребенка, допустим, ну, не знаю, если это девочка 10-летняя, если она не слушается? И второй вопрос. Если ребенок систематически это совершает, можно ли на ребенка накладывать епитимью и, допустим, не знаю, от причастия отлучать, или какие-то прещения накладывать? Вот хотелось бы узнать, что говорят святые отцы. Что вы думаете по этому поводу? Вот ваше мнение. Вот мы через полторы недели, вам придется подождать, когда этот ролик выставим, вы в него выйдете и там скажете, я под ним оставлю материал. «К истине один народ РУ». Называется «О семье». Или можете зайти на наш сайт. Сайт «К истине один народ РУ». Ну, просто зарядите в гугле «Сайт Игнатия Лапкина». И там открытая книга на первой, на главной странице, называется «К истинному православию». «К истине один народ РУ». Это сайт. Да, это сайт. Да вы можете по-русски даже, если они не открываются. По-русски «Игнатий Лапкин сайт». Хорошо, а как книга называется? «К истинному православию». Она прямо в раскрытом виде здесь, посередке, смотрите. Ага. Ну, в принципе, я понял. Вот вы теперь ее ткните, ткните. И там оглавление о семье. И там ответ на ваш вопрос. Это моя книга. Ага. Хорошо. Я вас понял. Спасибо, Господи. Наказывать-то надо, но нужно пользоваться благоразумием. В какое время? Как? Что из этого проистекает? Вы уже упустили. Когда было ребенку 10 дней, надо было заботиться, а не 10 лет. Вот у меня приезжает, я начальник, создатель детского лагеря, и начальник, 44 года. У меня тысячи детей прошли. Но у меня лагерь такой, что родители расписываются, отдавая детей, что я могу их наказывать физически. А физически что выходит? Допустим, садимся за стол, каждый должен показать платочек. У ребенка нет его. Он уже заранее предупрежден. Надо-то бежать до поля, метров 300, сорвать листочек. Это физически я его заставляю бежать. У него памяти нет, я ему пришью память в течение одного дня. А пока он бегает, в это время обедаем, он успевает ко второму или к третьему. Все. Вот работаем, нужно не разговаривать. Если он разговаривает, ребенок, а пилим там дровали, что ему щепка в рот, он пилит, и щепка во рту у него, это тоже физическое наказание. Если плохо работал, ну, я ему предлагаю на выбор. Бывает так вот, что-то сделает ребенок, а другого ударил, а то уже ОЧП. Ну, дети-то разные, отовсюду, едва-едва верующие. Значит, я ему, он заранее знает, семь горящих. То есть, у меня вокруг крапива растет, по мягкому месту крапива. Обычно я кладу крапиву вот так вот, второй у нас этаж, ну, как нары, сказать, или как, в келье, где спел. Положил крапиву, чтобы он вот так губами по нему провел. Он, бывает, боится. Я ему предлагаю на выбор, останется без завтрака, или там без первого-второго, или вот накажу его. То есть, это надо варьировать, смотреть, что полезно. Бывает, ребенок, лучше я без обеда останусь, лишь бы не наказывали. Ну, я его вскоре опять поймаю. А если другой, ладно, ну, лишь бы накажи. Ну, за то, что герой, прощаю тебе, раз ты такой смелый. То есть, ребенок видит, что над ним серьезно занимается. Наказывает отдельно, где никто не видит в келье. И дома никто не должен от этого видеть наказание. И мы должны помолиться вместе. Так, ребенок этот потом говорит, вот, меня же сатана искушал так, а теперь стало легче. Давайте еще помолимся. Ну, я передаю свой опыт, который у меня есть. Поэтому это ваш ребенок. А я-то над чужими детьми. И тут уже сколько раз было уголовное дело воздвигали против меня. Ничего не доказано. Символическое наказание. Никаких отметин, нигде ничего нет. Особенно сурово наказывает ложь, если он лжет. Это уже никакого разговора нет. Это увеличит наказание в несколько раз. Если он заматерился где-то, пять горящих. Вот бывает, ребенок маленький, семь лет, приезжает и матерится. Я его отучу в скором времени, он не будет материться. Так что эпитемия, допустим, ну, от причастия. Так раз он так не слушается, какое причастие. Он уже отлучен делами своими. Ее, она девочка. Ну, я знаю. Супруга говорит, что девочки, они вот особенные, они вот нежные, как бы. Но я вижу, что девочка отпадает. Я вижу, что девочка, она реально отпадает. И как бы и мальчики отпадают, и девочки отпадают. Я не вижу, в чем разница. В Слове Божьем написано, что наказание мальчиков, да, а девочек не говорится. Однако в книге Иисуса Серафон, в главе написано, что над бесстыдной дочью поставил строгую стражу. Вот, то есть говорится, все-таки говорится, но вот маловато. Вот так вот. Разница между девочкой и мальчиками есть все-таки? Нет, у меня никакой разницы нет. Девочка провинилась, а бывает девочка ударила кого-то, ей точно такое же наказание. Никакой льготы. Это внешняя кожура. А душа-то одна и та же. Душа-то она не так выглядит. Это тело. Ей дано такое тело, и она должна привыкнуть, что душа ее обрещена в такую одежду, такое тело, другого устройства. А преступление, непослушание, какая разница? Никакой нету. Но тут надо подходить очень и очень внимательно. Не перегнуть палку. Бывает ребенок, а я не матерился. Свидетель, другой, а он запирается. Все, я его не накажу. Но над ним я поставил ладони, говорю, вот над тобой уже я держу руку. Маленькое еще замещание, ты у меня будешь наказан. Мне нужно, чтобы он осознал, увидел. Это очень тонкое дело. Вот я уезжаю, у меня воспитатель, старший воспитатель, я начальник. И наказание я никому за 44 года не доверил. Никому. Пробежать это могут. А наказать физически там сеткой или крапивой никто не может. Это лидерский подход. Это очень тонкое дело. Иногда просто я поговорю, и бывает сеткой по голенищу хлопну, а ты, я говорю, свиньями там под глазами задель, чтобы видно, что ты плакал или что-то. Чтобы не покажи. А все в это время молятся. Весь лагерь стоит молиться перед аналоем. Я увожу в другую его келью. Это целый ритуал. Это не просто так. И у меня бумага с подписью родителей, что они не имеют никаких претензий, что за преступление я его накажу. Бывает такое решение. Брат, простите, плоды же есть. У вас же целое поколение, наверное, выросло уже православных христиан праздников. Просто я о чем думаю? Я православной церкви уже дали 25 лет как свободу. У нас есть Библия, причем есть, можно изучать ее. Есть у меня греческий подстрочник под редакцией профессора Алексеева. Целая куча святых отцов изданий. То есть такого в истории церкви не было никогда, когда можно было получить вот такое хорошее образование. Есть, допустим, в 78-м правило 6-го от Русского Всеволеянского собора о том, что человек, готовящийся к крещению, должен обучаться, отдаваться предлепийскому аппетитам. То есть, по идее, уже должно было быть целое поколение благочестивых православных христиан. Но я перехожу в школу, и я вижу старшие классы. Я за головой берусь, потому что я не понимаю, что, в принципе, с них может вырасти. Закажу на сайт ВКонтакте, на странице молодых людей. Я не понимаю, что у них в голове. Это ужас какой-то. И я не понимаю, почему. Что происходит такое. И вот с моим ребенком, к сожалению, такая ситуация. Я вижу, что они постепенно... И самое обидное, что они не видят то, что постепенно, 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 все больше, больше, больше. То есть, для своей семьи никто. В христианской семье мы договаривались с супругами. У нас будет христианская семья. Она видела, что я хочу быть православным миссионером. Это я отца Данила Сосова очень много слушал. То есть, такая ситуация, что... Я очень серьезно отношусь к этому делу. И в итоге, знаете, как протестанты, когда образовались, там, строго было, а за 400 лет свалились до того, что извращенцев выезжают. У нас вот примерно такая же ситуация. Меня все больше, что больше не уважали. Но я молчал. Я думал, может, я что-то как-то... Ну, они говорят, что девочке надо тихо, спокойно, там, мездненько, так далее, так далее, так далее. Вот. Я вот думал, что, может быть, я как-то что-то не так делаю. Но в итоге в 10 лет я не могу дать ребенку задание. То есть, это типичный пример. Вот. Что я вижу из Слова Божьего? Что задача мужа обеспечить безопасность богословскую, физическую и экономическую. То есть, я должен обеспечивать семью, я должен физически их защищать и должен обучать их Слову Божьему в предании православной церкви, в понимании православной церкви этих отцов. Пример. Я недавно совершенно было, я продолжаю супругу к 7 часам на работу. Возвращаюсь для того, чтобы отвезти ребенка в школу и потом идти самому на работу. И так до вечера. И мы не успеваем. Я звоню ребенку за 10 минут. Девочки, Алиса, пожалуйста, в раковине убери мусор, там остатки каши были. То есть, моя задача, мне нужно прийти, вымыть ванну, вымыть раковину в ванне, вымыть посуду и вымыть эту раковину. Вот самое последнее, я прошу ее сделать. Вот эти остатки каши убрать. Все. 10 минут у нее есть, то есть, я поднимаюсь из метро, она все слышит, да, хорошо. Кладет трубку, я перехожу, проходит 10 минут, хожу, нету. И я говорю, почему? Нет, 10 минут было. А она начинает говорить о том, что ну, мне надо было встать, мне надо было там помолиться, надо было еще то-то, то-то, то-то сделать. А ты, в принципе, не можешь мне давать эти задания, потому что у меня есть свои дела. И супруга мне, потом, чуть позже, узнав это, вообще скандал устроила. И их коронная фраза о том, что мы решаем свои задачи. Странно, как-то в христианской семье решают свои задачи. То есть, вот такой, или второй пример, где-то полгода назад они поехали в Москву. Мы в Санкт-Петербурге живем, они поехали в Москву, выиграли шахматный турнир. То есть, ребенок очень умный, девочка очень умная, она не глупая, она очень умная. И они мне звонят в Воскресенье, в церковь, к сожалению, они не пошли. Думаю, ладно, на неделю сходят. И звонят, говорят, что мы выиграли, у нас будет награждение. Я даю ребенку задание, Алиса, я понимаю, что сложно, но все-таки, когда эти будут награждать, перекрестись, прославь Иисуса Христа. Понимаете, ведь мы же знаем, что церковь, это не ровно для Диоклетианова, вот в этот период, она была гонима. И детей в принципе тоже как бы убивали, дети исповедовали Христа. Тут ребенок стоит на постаменте, и может быть это сложно перекреститься, может быть не сложно, я не знаю. Но когда я прихожу, когда они приехали, то есть я их срезал, все нормально, я спрашиваю ребенка, Алиса, кстати, ты перекрестилась, когда тебя награждали? Нет. Это было при всех, все это слышали, и жена вот очень грубо, очень грубо на меня сказала, а у тебя что, были какие-то свои задачи? Мы решали свои задачи, то есть, ну, как бы, вот такая ситуация, и такое происходит каждый раз. Вот я уже не знаю, то есть, в чем мне голова тогда, то, что я просто деньги переношу, я обеспечиваю, вот, я нормально работаю, я военный инвалид, у меня есть военная пенсия, у меня работа, то есть, я в районе 50 тысяч приношу домой, ну, в Санкт-Петербурге это хорошая сумма считается, как бы, 50. Вот так. Ну, вот так. Ну, вот такое дело. Вы говорите, а в чем я виноват? Давайте до конца договаривать. Давайте. Зачем вы женились? Я женился для того, чтобы жену и ребенка воспытывать вере православное. Вместе идти ко Христу в небесное царство. Это было главное. Апостол Павел говорит, хорошо остаться одному. А дальше говорит, если женишься, не согрешишь, или вы даже замуж не согрешишь. Ну, таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Ну, вот апостол Павел подтверждает, а вы жизнью свою подтвердили. Теперь у вас скорби. Вы заранее должны были к этому подготовиться. Видите, жена говорит, мы решаем, она не должна этого говорить. Если вы не подкаблучник, это самая последняя стадия разложения мужчины, вы отпустите бороду, не брейте. Вы уже показываете, что над вами можно командовать. Вы безбородый. У вас знака власти нет. Зачем бороду трогаешь? Только вчера я состричил. Ну? Смешно. Так, смотри, вот Володя снимает. Посмотри, какое. У нас бритвы никогда не будет на литургии стоять, там, когда оглашенный изыдите. Ни один хрещение принимать не будет допущен. Это образ Божий. Образ по-внешнему. Потому что Христос для нас образец. Он бороду не брил. А что ты ее скоблишь? Ты что, в доме две мамы, что ли? Зачем тебе это нужно? Давыд даже в Иерусалим не пустил, кому полбороды отстригли, а побрели слуги его. А сказал, живите в Верихоне, город проклятия, пока борода отрастет. А вы сами себя насилуете. Когда у Якова дочь Дина вышла посмотреть, а над ней сделал насилие, ему же сын Сихемов написано, она была обесчищена. А когда бороду обрели, написано очень обесчищена. То есть это больше изнасилование. А вы это делаете сами своей рукой. Это первое. С сегодняшнего дня не касайтесь бритвы. Вот тогда вы явно, что вы идите ищите выхода. А вы теперь будете сказать, а на работе меня нет, я потеряю заработок. То есть не, не, не. Там не в этом дело. На работе все нормально. Вы договорились. В следующий раз вы если будете выходить, только чтобы с бородой уже были. Понял. Это первое. Дальше. Как часто ваша дочь видит вас на молитве и защитением Библии? Часто. Часто. Если вот сядь с ней поговорили, скажи, я здесь хозяин, голова. И жене, если жена верующая, предупредите, вы тело. Жена даучится в безмолвии. А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем. Не властвовать над мужем. Вот так. Не мужная жена, но жена для мужа. Или, к примеру, посланник Тимофеем. Та же жена с приличным деятельностью, длительным мудрением и так далее. Жена учитывая безмолвии. Ну да, то, что мы только что там. Или праведные жены называли своих мужей господами. Таксар называла своего мужа Авраама. И так далее. Я все это целую кучу пересылал. Я ей говорю о том, что жена с мужем должна быть единым телом, а не жена с ребенком. То есть я ей прислал лекции отца Даниила Сусова, про православное воспитание детей, там, Шугаева. Ну, Шугаева там не все так хорошо, как мне кажется. Но все равно в большинстве случаев там в порядке. Но она не хочет слушать совершенно. Она считает, что как бы... Причем она мне ни одной ссылки на Библию. Я могу прямо телефон доставить перед священником и показать нашу переписку. У меня 90-95% в Библии. Со ссылками все есть. Как вот я с сетантами переписываюсь с мусульманами. Я всегда все даю ссылки. У нее ни одной ссылки. И человек, она никак не хочет образовываться. Хотя вот в книге Иисуса сына Серафа в той же написано, что если жена не слушает у тебя, отеки ее от своей плоти. Это до 26-26. А вы знаете, что это такое от сищи от плоти? Ну, насколько я понимаю, это лишить сопружеской близости. То есть это не совсем отделиться. Как бы вот. Вот тоже я не понимаю, что в данной ситуации делать. То есть они не хотят меня... То есть я где-то видеть в них тфу. Вот так получается. Видите, вот в этом уже как-то вы все-таки пребываете. Если вы сейчас включите то, что я вам говорю, у вас может быть развод. Она пойдет на все. Это самое упрямое создание женщины. Страшно упрямое. И упущено слишком много. Вы когда готовились жениться, вы с ее матерью познакомились? Ну, я знал, понимаете, мы говорили о православии, мы говорили, мы читали Библию о них. А понимаете, я же почему ее взял? Потому что о них, то есть как Иисус говорил, вот если дословно взять на горную проповедь в греческом языке, блажен, алчущие, жаждащие праведности. Как я понимаю, праведность это особая жажда жизни по Божьим западям. Я видел это. Они ходили вместе с нами на противоабортные акции. ходили и ребеночек в 4,5 года листочки раздавал. Прошло полгода, как мы поженились, все, они, как-то греческого пропало это. Они уже в 4,5 года на вечернее богослужение вообще не ходят. Это нонсенс. То есть даже ребенка каникулы один раз в воскресенье. Христиане воскресного дня как у протестантов получают. Хотя у нас столько праздников, столько святых. Так подготовиться можно к богослужению. Про все наши я молчу тоже не ходят. Хотя это считается как бы одна служба. Был момент. Мы встретились вечером, едем в автобусе и мы приезжаем в храм, в который мы ходим. В Парк Победы сразу за метро всех святых земной русской посевших. Говорю, давайте пойдемте в храм, побоимся. Там еще как раз Акафьев. Нет, не надо. Она говорит, что ребенка не надо подтолкать туда. Но простите, при этом она практически каждый день и вечером ходит на какие-то кружки. Понимаете, если правильно ребенка мотивирует, то, что жизнь христианина, она хористоцентрична. По Христу мы встречаемся в православном храме. Следовательно, туда нужно как можно чаще приходить, чтобы помолиться. Слава Господу, ведь все время для него создано. Но вот такие реакции я не понимаю, почему так происходит. Что с этим делать? Что с такой женой? Ничего не делать. Не надо ничего делать. Дело в том, что у вас очень неблагополучная обстановка. С дочерью вам не поправится, потому что жена тянет к себе и она больше мать слушает. Да, именно так. Но я это хорошо знаю. Она у вас одна? Да, одна. Надо больше детей иметь. Вот у нас семье было десять. Пять сыновей, пять дочерей. А одна тут она уже как мать там все над ней трясутся и проще. Во сколько встает девочка у вас? В районе семи часов. А вы? Чуть пораньше. Сколько чуть? Ну тридцать, сорок где-то так. А вот у нас в лагере подъем наш лагерь весьма необычный. Мы были единственным православным лагерем в Советском Союзе. Это трудовой. У нас отовсюду люди были. Отовсюду. Ну теперь это новое государство Грузия, Украина. Отовсюду приезжали. И у нас порядки другие. Устав составленный. Он зарегистрирован в краевом отделе юстиции. Это надо очень много было претерпеть, чтобы все это установить в жизни. Это не день, не два. Повторяю, 44 года я уже начальник. Без помощи государства. Тысячи детей. В лагере могут вместе с детьми быть родители, если мы их знаем. Бабушка там или кто. каждый день до обеда работают дети. Встают в 5 утра. Вы понимаете, ни одного лагеря я не знаю, где бы так было. В 5. И у нас на все удар колокола. Один. Отбой во сколько? Отбой сами дети решают. Реперендум. Бывает там футбольный матч затянется, они уже тогда говорят, но они знают, вставать надо вовремя. Или допустим ночное по телескопу будут изучать небо. Когда темно, звездно, и дети тогда разрешаются позже вставать. Мы уже договариваемся. В пятницу костер картошка. Всегда. Каждую пятницу. Ну, если не гроза. Дети это знают. Глубоко может быть в полночь ходим, там поют. Это все снято на нашем канале ютубе. Вы заходите на него? Да, заходите на него. Вы больше смотрите, там зарядите плейлист лагерь, это найдете. Дети молятся. Когда мы бываем там, дальше там они все это картошку едят, приходят ложатся спать. Завтра у нас дольше. А в другие дни, если дольше, значит, сейчас дается, потому что никуда нельзя не уйти, ничего нет. Тут надо благоразумно. День начинает уменьшаться, мы на полчаса скидываем полшестого. День еще уменьшается в шесть, то есть, чтобы солнце, восход его мы захватили на ногах, на молитве. Утром весь лагерь уходит на молитву. Там мошка нас тут заедает, или комары. Мы отдельно начали большие холмы, там, где есть бывший новознодор, сравняли, сделали, загородили, чтобы коровы не подходили. Воздвигнут шестиметровый, шесть метров восьмиконечный православный крест, и все это заснято. Дети молятся, считается каждое утро Евангелие столкованием блаженного Афилакта. Это очень, очень серьезно. Не будете заниматься, если дети будут верующие, они уйдут в сектанты вместе с женой. Потому что сравнивать не с чем не приходится. Мы единственные, чем перед сектантами вышел, у нас есть епископат. Мы церковь, они не церковь. Это самое главное. У нас есть соборное усыновление, у них нету. У нас есть толкование Библии, у них нету. Вот это триада. Понимаете, я начальник детского лагида. Я с вами всегда согласен. Игнатий Антиохийский, он же Богоносец писал о том, «Квенец». Совершенно верно. Игнатий Антиохийский, Богоносец. Так вот я знаю. Чего же не знать. Я сам Игнатий. Так, что мне... Даже вот у меня его икона, его львы заедают. Отвалу, покажи, потом он увидит его. Это мне архиерей был в Иерусалиме, но на цветное. Я, говорит, специально для вас купил. Потом митрополитом стал Гедеон Докукин. Так вот, в вашем положении вам ничего нельзя сделать сейчас, вот запомните это. Ничего пока не делайте, иначе дело попортите. Начните с себя. Это молитва. У меня сегодня форум открытый. Так вот, форум и интернет, где я работаю. Раньше я был в Марфлоте МФ. Глухонимые М и Ф, вот так, это буква Ф, как показывается. Сейчас у меня осталось тоже МФ, молитва и форум. Давид говорит, семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. У вас есть оружие мощное. Что это такое? Четкое. Четкое. Вот четкое, нужно усвоить четкое. Надо молиться. Если есть возможность, семикратно в день. Не считай утренней, вечерней молитвы. Это у три святого, молитвы какие утренние, три молитвы Господу Иисусу Христу, Богородице, Ангелу Хранителю. Три молитвы. А очень простите, пожалуйста, что перебиваю. Я от отца Данила слышал о том, что христиане молятся в 9, в 12 и в 15 на ноль в 9 как Иисуса осудили, а в 12 Иисус распяли в 9 Иисусу спустил Богу. В 15 на ноль Иисус это не на чем не основано. Это люди придумали. А это я вам говорю 118 Псалом, запишите. 164 стих. Семикратно в день. Если мы не можем 100 поклонов положить, у нас работа такая, но все равно мы станем на молитву. Мы поблагодарим Бога. 118 какой? 118 Псалом. Псалом 118 Войточа 164 Семикратно в день. Мусульмане 5 раз молятся на масс. Я нашел, да, нашел. Вот. Семикратно в день. За суды правды. То есть за то, что есть Майдан. За то, что есть война. За суды. Это божьи суды идут. Согласен. Не за то, что у меня хорошо, арбузы хорошие выросли. Не за то, что дождь у меня послушная. А вот она не послушная. Я благодарю Господи. Могло быть хуже. Потому что я сам такой. Я нарушаю твои заповеди. У тебя не христианский вид. Ты должен быть в поясе. Рубашка снаружи у тебя должна быть. Ты по-русскому обычай оденься. Не по-немецки. Мы даже внешне должны быть. Да это важно ли? Важно все. В человеке все должно быть прекрасно. Ты еще Чехов знал. А прекрасно для русского это наши русские обычаи. Это тоже, говорит, так жили наши предки, так они одевались. И когда они были еще не монахи, а монахи тоже все в поясе. Без пояса вообще никого нет. Без пояса вообще нет никого. Ян носил кожаный пояс, апостол с поясами. Петру говорит ангел, встань, припояшься, возьми, обуйся. И когда выводил его. У Павла пояс был, пророки с поясами. А ты что без пояса не ходишь-то? Не распоясавшись, только хулиган. Распоясавшись. Вы начните вот с этого вот. Как за столом они ведут себя? Соблюдаете ли все посты православные? Не ищете ли лукавых извинений? А Давыд говорит, да не уклонится в сердце мое для извинения дел греховных. Никогда не оправдайте ничего. Они оправдываются очень. Они очень сильно оправдываются. То есть я не сделал это потому-то, потому-то, потому-то. Никак. Целая куча причин. Я вам говорю, у меня дети. Впервые я их вижу. Принял в лагерь. С первого дня они учатся, как сидеть за столом. Вот у него ложка. И он не должен за край стола, вот край стола вертикально поставить. Он не должен подбородком за это заходить. В одной руке кусочек, в другой ложка. Почерпнул, и вот так вот ведет. Иначе ложкой по лбу я по столу стукну, а там за 20 лет никого не стукнул. А ребенок понимает. Если он забывчивый, я его сажу прямо рядом с собой за стол. У нас столы, напротив каждого стола по форме одетый обслуживают, которые пожилают, кто там обслуга, те наливают, все разносят. Ни одного слова нет. Первое, второе, половина. И уже знает, дежурный знает, он только даст половину ему. Щеткость. И это дети знают. И они вот сели за стол, никто ничего не трогает. Так, смотреть на меня, я встаю. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И все, аминь. Я отвечаю, ешьте во славу Божию. А когда они едят, у нас висит лозунг. Мы иногда скандируем. Все должны вместе вот так вот выкидываем руки. Россия должна встать. А потом, Россия это мы. Понимаете, как это звучит? Маленький ребенок сидит там, ему газеты, пачки подставляют, чтобы доставал до чашки. И тоже, Россия должна встать. Это надо видеть. Это все у нас снято. Это устав, форма, поведение. У нас все абсолютно обговорено. И ребенок знает. Над ним не надо зря строжиться. Вот рамки закона, вот дальше он не должен заходить. Говорят, а у нас он приходит домой, то шапку забыл, то портфель играли где-то там на футбольном поле. У меня дети учатся память иметь. Они все знают. Вот я вас спрошу, проверить вас. Скажите, кто изобрел мобильный телефон? Быстрее говори, что думаешь-то? Если не знаешь, не надувайся. Не могу дать ответ. Нет, не знаю. Не знаешь. Мартин Купер. Мартин Купер. И он живой, и мы за него молимся. Благодарим Бога. Дети, давайте помолимся. Господи, благослови этого Мартина, чтобы он познал тебя, чтобы он служил тебе. Аминь. Вы в интернете. Кто интернет изобрел? Билл Геттс. Нет, Билл Геттс это сергей по программе. Это Тим Бернерс Ли. Тим, Тимофей. А Билл Геттс это программное обеспечение. Это другое совсем. Вот все эти программы составляют. И дети это знают. Давайте за Тимофея помолимся. Они знают, кто президент. Все до одного знают. Кто премьер-министр. Кто губернатор. У нас все выписано и висит табличка. Мы должны знать божественно. Должны знать и наша русская. И они слышат молитву. Какая нужда. Родители говорят. Дети сообщают. Вот он забывает вещи. Сели за стол. Дежурный обязан бежать вокруг лагеря. Он загороженный. Так, соберите вещи забытые за станом. Они знают. Чья вещь? А уже знают. А это вот там Нюра там или кто это. Это не Аня. А Нюра у нас зовут. Ты хорошо знала? Знала. Забыла. А вот теперь бери вещь. Там кофточку у нее. И она должна бежать три раза вокруг лагеря. Крутить над головой и кричать. Я забываю вещи за станом. А мы в это время обедаем. И когда она третий раз оббежит, мы уже второе доедаем. Вот теперь все. Ни одной вещи за станом нет. А родители не знают, что делать. Работать надо. Понятно? Работать. Чтобы дети тебя видели, что ты не тюхтя какой-то. Ты сказал каше. Она не убрала кашу. Все, лишаешься каши. Больше не получишь. Ребенок у нас отознать не доел. Он у меня это то, что было, остается. Он ничего не получит в обед. Только то, что в чашке осталось. Вот это доедает. Вы везде адекватное наказание покажете. Вот это он сделал не так. Именно в этом ракурсе должно быть. Развивайте у них память, послушание. Зря не строжьтесь. Нигде, чтобы она одна не была, эта дочь. Усильно от ней надзор. Отец не показывай веселого лица. Сераха его приводили. Там все это написано. А то о девочке еще не написано. Да, как раз и означает не жалею розги для нее. Рукой никогда не бейте. За волосы не таскайте. За уши. Этого нельзя делать. Это ассоциируется лично с вами. А когда наказал розги, там я крапива где-то, она думает только о крапиве, а не обо мне. Но это крайне редко нужно делать. Явное непослушание. Она знала и умышленно на это пошла. Не бойтесь конфликтов. А вот ребенок из дома сбежит, там ювенальная юстиция. А тебе Бог не заповедал думать о последствиях. Он сказал накажи, дабы впоследствии утешаться. Согласен. Все. А на зачем тебе такая дочь, когда она тебя в подоле принесет в скором времени? Зачем тебе она нужна? Не держись за нее. Держись за Христа и делай, как Он повелел. Ошибка. Главное, что ты женился. Ну, теперь живи, как положено. Конечно, жена должна была с первого дня быть с вами. А когда она уже 10 лет прожила или 11, и знает, такой ты, и она уже по-своему делает, вам еще нельзя сделать. Единственное, что вы можете проломить эту преграду, которую сатана построил в ее крепости, только молитвой и постом. Написано, ожесточившийся брат, неприступнее крепости. И жена такая. Жена, это главный противник твой будет. И тебе ничего нельзя сделать. Я считаю, по отношению в семейной жизни из мирской литературы лучший крейсер Асаната и Льва Толстого нет. Просчитайте внимательно и желательно вместе. Крейсер Асаната. Она не так и большая, может, страниц 80 там. Ну, она вряд ли со мной будет что-то читать. Ну, это может фильм посмотреть. Олег Кинковский играет главную роль. Но там в фильме все не покажешь. Это рассуждение. Как должна жена себя вести? У нее другое тело, и она с ним сделает, что ты хочешь, чего я не хочу, он прямо говорит. И ничего нельзя сделать. Единственное, что это молитва. Молитва и доверие Богу. Господи, но ты сначала должен все высказать. Достать вот этот материал у нас на сайте о семье, просчитать, откопировать его и дай ей. Вот она просчитает. Она не считает. Ты уже снял с себя ответственность. Об этом говорит Иезекииль 3.18. Если ты не говорил 3.18 Иезекииля, он погибнет, а кровь его я взыщу с тебя. А если ты говорил, он не послушал, он погибнет, а ты исчез от крови ее. Иезекииля 3.18. Все, я нашел, если я скажу, беззаконнику с ним нецем. Именно так. Беззаконник это кто? Жена, которая не слушается тебя. Это подобие церкви Христа. Это великая церковь. Жена, надо боится мужа своего. Боится? Простите, даже, даже, я и все эти стихи перестал, я и по Библии очень много писал. То есть, мы смс-ки переписывались буквально несколько дней. В Библии я все эти стихи писал. В том числе, я и даже сделал скрины, фотографии с православного молитвослова, трепника, таинства венчания, где написано, что жена да во всем будет послушна мужу. То есть, я даже ей это скидывал, но ноль реакции. Понятно, что вы опоздали. Как, знаете, разные рассказы такие, он ее на руках несет, уже повенчались, он заходит в подъезд и на руках. Вас Андрей звать или Сергей? Сергей. Сергей. Она говорит, Сережа, ну все равно повенчались, там ты реши, я тебя сразу на шею перелезу. Чтобы не на руках быть. А ты что, ты на это скажешь? Понятно? Вставать вместе, вставать в 4.40. Несмотря ни на что. Ты можешь где-то отдохнуть как-то, установить этот порядок. Я вам говорю, а вы не сможете, я уже сказал. У нас всегда, везде 4.40. 20 минут взрослых, чтобы привели себя в состояние, дети встают на молитву. Если домашней молитвы нет, домашней церкви у вас нет. А раз домашней церкви нет, вы просто сожители. Те раните друг друга. Вы укорачиваете срок жизни своей. Трепите, говорится, нервы друг другу. И сделать ничего нельзя. Не вздумай на жену поднимать руки. Никак. Не прикасайся к ней. Дочь тебе можно наказать, жену не трогай. Хотя по закону, если бы так смотреть по мусульманам, они как правильно наказывать жену, как ее правильно бить. А то у них родится. В 4-й ссоре 34-м аяте написано, что если жена непослушного мужа, муж ее может увещевать, избегать на супружеском ложе и побивать. Я это все читал, когда... Библии этого нету. Библии нету. Библии нету. Нету, да. Ян Затаус говорит так, что иногда муж приходит нетрезвый и терзает жену, как будто зверь, влаговище терзает жертву свою. Это не ко мне. Я не пью. Нельзя трогать. Ни под каким видом. Это никак нельзя. Ты ее не приблизишь. Если бы она имела страх Божий, тогда бы только пальцем тронул, и она бы стояла на месте. А она без вашего разрешения не должна из дома выходить. Дочка идет куда-то из дома. Три поклона, где изображение, и там, тятя, благослови. Или папа там. Бог благословит. Пришла опять, помолилась. Я пришла, слава Богу. Давай на молитву дочка встанем. За учителей узнай, кто они такие, молитесь. Это я даю только советы, что сам все время делаю и испытываю. Другого я не знаю, лекарства. Его просто нет. Ну, там у меня все написано в этом материале о семье. Хорошо, я обязательно его изучу. Спасибо большое. Еще какие-то вопросы. Ну, вот, собственно говоря, это было все. Ничего себе. Один ребенок, и все охватно захватил все вопросы. Это совсем никуда не годится. Она должна в этом занимать маленькую долю того, о чем ты сегодня обеспокоен. А у вас все, и фактически ты уже не властен. Кашу не убрала, то другое. Не убрала, все осталось. Больше каши, каши сегодня ты не получишь. Поставь преграду, попробуй. Получится. А нет. Они все начнут вычислить, что ты по моему здоровью, там все дела, там ты, там, тиран, ты как в исламе обращаешься. Тоталитарный, тоталитарный волк. Ну, типа того, да. Это все надо перенести заранее. Приготовиться к этому. Я еще раз говорю, это ваш ребенок, которого она носила у сердца. И вы знали, когда он в люльке лежал. Вы упустили 10 лет. 10 лет. Он уже за хрест в этом. Она знает, а ничего не будет, не уберу, ничего не будет. Да, она безнаказанна. Она знает, что мама ее, когда они с Москвы приехали, то есть, вот когда вот я говорю, Алиса, ты не выполнила. Я говорю, а почему вот так вот произошло? Она начала оправдываться, я несла там тяжелый флаг, хотя потом я на видео, то есть, флаг Санкт-Петербурга, понимаешь, она прославила, а Иисуса Христа, перекрестившись, она не прославила. Вот. Хотя я потом на видео посмотрел, она одной рукой несла этот флаг, то есть, она вполне спокойно могла поставить, перекреститься, когда ее, то есть, выполни то, что ее просил. И мама сказала, то есть, я ей сказал, что потом Тупула сказала, типа, у нас очень грубая, очень обмена, у нас свои задачи, у тебя что, свои какие-то были? Вот. Я говорю, ну, Лен, ты как бы оправдываешь ее, зачем так делать? Оправдывала, оправдываю и буду оправдывать. Хорошо. Я замолчал. Ну, хорошо, я вам поясняю. Она играет в шахматы, а шахматы запретна игра для христианина. Вот все. Какая награда, какое крестное знамение? Это вы прислушаете? Шахматы запретны, подождите, шахматы запретны, игра для христианина? Абсолютно запретна. Я шахматист, играл не на простом уровне. Это запрет. Это масонское что-то связанное? Еще не будем говорить, просто запрет и все. Все понял. Это индийская игра, индийская, это не наша игра. У нас игра может быть другая, дети. Как? Она пусть учится в огороде, если есть, какие растения растить, как вырастить урожай. То есть она всему должна учиться. Правильно постирать, одежду приготовить, стряпать должна быть, корову дарить. Ее готовят быть матерью. Вот один пришел из мусульман, и он стал батюшкой. И показывает, какая семья у него. Дочке, кажется, 13 лет, но та постарше. Она без платочка ни одной минуты не будет дома. Она все время в платочке, как мусульмане. А православная, она дочь священника православного, патриархийного. Ее ей говорят, какая у вас задача впереди? Она говорит, выйти замуж, воспитывать детей. 13-летняя. Она знает, куда готовиться. А у этой ничего нету в голове. Ветер в юбке. Она знает, как. Поэтому она все делает, чтобы мужу понравиться. Чтобы против мужа ни одного слова не сказать. И он сам такой строгий батюшка, его видно где-то. Вот так и должно быть. Почему у нас мусульмане даже показывают? Если она у вас, девочки, еще в брюках ходит, может быть. Это вообще мерзость. Написано, если женщина носит мужскую одежду, это мерзко перед Богом. 22-5. Таразакония. Таразакония, да. Согласен. Нет, она не ходит. В этом, слава Богу, мы приучились, что ребенок должен одеваться с остудливостью и целомудрием. В этом, как бы, все в порядке. Потому что, ну, супруга сама клянула в этом плане. Не все так... У супруги были в этом проблемы. То есть, она понимает, в чем дело. И ребенок одевается правильно. То есть, всегда юбка не ниже колена. Хорошо, скажите, в платочке ваша жена? Или не в платочке? Нет, я ей говорил, что женщина должна носить покрывало. Платочка подружает матери. Она не должна быть без платочка. Посмотрите, как бунтуют мусульмане во Франции и везде. Они поставили прямо вопрос. Если нам платок нельзя, снимите кресты с себя. И все добились. Сейчас у нас на паспорта женщины все фотографируются с платками. А почему? Потому что Шамеев добился у себя, а это внутри Российской Федерации, Татарстан. Все. И наши православные сейчас в платочках все фотографируются. Это нам пример дают. Вы знаете, куда мы с миссией проехали? От Владивостока до Лиссабона. Мы проехали 6 мусульманских республик. Три раза в Чечне были. У меня 38 книг вышло. Я везде дарю все библиотеки. Прошли Скандинавию. От Владивостока порт находка прошли до Лиссабона на своей машине. Скандинавия, Прибалтика, нынче север захватили. Мурманск, Карелия, Карское море. И мы везде дарим, везде беседы, церкви, проповеди. Едем. Это уже, ну, только в своем крае мы раздали 30 тысяч евангелий. Отче, простите, я спрашивал жене, я говорю, жена должна носить покрывало внах власти, то, что муж властен над ней. Я говорю, что надо носить. Она сказала, что она ни в коем случае не будет носить. Не будет, потому что, но она правильно и делает, потому что власти над ней нет, ей платок не нужен, она не молится. Ну что, как говорится, вляпался? Зачем тебе было жениться-то? Если ты не знаешь ее, ты познакомься с матерью сначала, посмотри. Это до свадьбы надо было все обговорить и договор составить. Так мы это разговаривали, потому что у нас будет православная семья, что у нас, она видела, что я активный миссионер, что я, мы в мечети ходим, понимаете? В мечети ходили, по рынкам ходили, в противоборных делах участвовали. Она все это видела, то есть, это не было для нее супризм, что я православный. Сергей, хорошо, скажите, почему без бороды? А вот по-другому было бы, она бы это видела. А ты беру дыню, то она сняла платок и все. Она не молится, потому что жена, молящаяся с непокрытой головой, постыжает свою голову. И девочка у нас, ну мы православную деревню, у нас все маленькие девочки на улицу не имеют права выйти без платка. Самая махонькая, два года без платка не выйдет. В школе все в платках, учителя в платках. Мы просто взяли участок земли нашей бывшей деревни, получили статус ничего не было. Лопата одна начали вскапывать ущерб, а сейчас трактора есть, интернет, электричество, получили статус. А таких деревень еще 21 тысяча в России. И образована община. У меня брат, он протоиерей, там, он на 5 лет моложе меня. Я вам рассказываю, как, это какой труд положен здесь. Труд, это во всем труд. Вот мы сейчас только вернулись, лето там, я 4 месяца, 20 дней были. Три пруда начали восстанавливать. Дорога была, не проедешь, 270 метров выезда нету. Мы его, ну, там, бульдозер наняли, песком засыпали, щебень. Это обошлось нам 437 тысяч, 440 тысяч примерно. Это страшно дорогое, все делать дороги. Но мы на это рискнули. И Бог дает, а у меня минимальная пенсия, 6275 рублей 3 копейки. Мне не давали работу, у тебя 35 лет стажу. Меня держали только на неведомственной охране при милиции. А где я раньше работал на кораблях, так это в Латвии осталось, там еще кто, в другое государство. Так что, будет хватать на все. Я к тому говорю, что Бог открывает небо. Вы платите десятину. Да, стараемся. А стараться не надо, она не ваша. Ну, стараться не надо, просто тебе она не принадлежит. Если ты не отдаешь, Бог говорит, вы меня обкрадываете. Это Бог приложил к 90 рублям десятка, его десятка. А ты ее не отдал. Стараться-то не надо. Еще, Бог говорит, я тебе дал до дому донести, отдать другому, а я старался. Ничего себе. Стараться не надо. Стараться, когда ты больше даешь. От Авито 1,8. Себе пометьте. Он говорит, я давал 3 десятины. 3. Вот как. Тавит 1,8? Да, Тавита, Тавита. Потом посмотрите. А я нашел уже. На счет там написано. А третью давал, кому следовало, как заповедовал мне давара, мать моего, отца моего. Понятно. Третья десятина. То есть сотни, он 30 рублей всегда отдавал. И был благословен. Сотни. Если 50 у тебя тысяч, это выходит, что? Десятина, это 5 тысяч, а три десятины 15. А одна десятина мертвая принадлежит священнику, где причащаешься. Из рук в руки. Вторая, это на строительство храма, там что требуется, там проще, смещение. Но это в случае, если торговля будет устранена из храма. Если священник не может убрать торговлю, десятины ему нет. Это десятина уничтожает всякую торговлю. У нас даже копейка не звучит в храме. У нас тарелка не ходит. Висит небольшой ящик на нужной церкви. Если надо, кто положит. Каждый платит десятину. Если вы это поняли, один раз закрепите себе, хочешь быть благословенным у Бога? Первое, самое важное благословение, никогда не проклинай евреев, сынов Авраама. Я никогда не проклинаю. От них отцы и от них Христос. Поплотно сущий на церкви Бога. Именно так. Аминь. И последнее, Малахи, проклятием вы прокляты. Они говорят, за что? Чтобы обкрадываете меня, говорит Господь. Не отдаете десятину и приношения. Это последнее благословение. От чти отца и мать, все это посредине. Но если ничего нет, расходимся. Всего спаси Господи, до свидания. До свидания. На будущее имей ввиду, чтобы в следующий раз был с бородой. Понял. Все, с Богом. С Богом. Приступи. Прочисти дом свой. Не нужно там какие-то изображения, кроме икон, чтобы ни одного изображения в избе не было. Нет, у меня тонкие иконы. Просто вот сейчас не показать. У меня все нормально. Я верю, 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 верю. Верю. Вот. Надень пояс на себя. Во. Ну, что тут говорить. Отлично. Отлично. Мы православные, понимаете. Если нам что-то не нравится, я говорю, у нас и посты большие, они не евангельского строения. Они через восемь столетий приняты. Но я православный, как говорится, без дураков. Я исполнять должен строго. Нет растительного масла по уставу, значит, его не будет на столе. И дети у меня не получают ничего этого. Мы заменяем чем-то как-то детский лагерь. Мы строжайше все выполняем. На меня нападают другие. Да вот у него, там он не сообразуется. А мне не надо сообразоваться. Я православный. И повестка закрыта. Я православный. Значит, мне не надо обсуждать. Святая Церковь – это мать наша. И она нам худого не советует и не дает. Каноны. Сегодня из 719 канонов, книга правил, 413 каждый день нарушается в каждом храме. Ситуация аховая, которую патриарх Кирилл оценил как духовное состояние, теория развалины. Так что, а почему ты в православии? Потому что это церковь. Я здесь родился, и здесь буду трудиться. Я изначально не православный христианин. Я был католиком. Я был католиком. В 27 лет я принял православие и изучая Библию, каноны церкви, святых отцов, я понял, что православие – это та самая церковь, созданная 2000 лет назад Иисусом Христом, и это и есть апостольская вера православная христианства. Я лично в этом сам убедился, на своем опыте. В понятие о церкви уходит, что на первом месте католическое, там старокатолическое, от Питера православное, от Андрея, дальше там Григорияна Армянская, апостоличная, копты и сирийцы. Все остальное за этим радиусом, пяти сильных-то, это не церковь, это секты. Согласен. Ну все. Да-да-да. Ладно, с Богом. Храни вас Господь. Как быстро отключил. Ничего сказать. Слава Богу, он вышел вовремя. Вот видишь как. У него там написано «Для меня жизнь Христос». У него? Да, он там. Возле картинки его. А? Возле его картинки в скайпе написано «Для меня жизнь Христос». Ага. И смерть приобретения. Сергей Шорох. Ну вот навели мы тут Шорох в разговоре-то. Благослови его, Господи. Ну. А сейчас тут кто-то еще.